Я из маленького городка. Есть какие-то стандарты? Стандартов нету никаких, ни для кого. Винить всех, но не себя. Информации очень много в интернете. Сколько денег потратили на запуск? Я потратил 33 тысячи рублей. Заяву, ну, оплаченных на 117 тысячи рублей. Ребята, всем привет! Мы очень рады, что вы присоединились на канал Акселератора в очередной раз. Меня зовут Илья Терновой. Я Федор Спиридонов. В сегодняшнем выпуске очередной гость, продюсер онлайн-школы по здоровому питанию и красоте. Расскажет, как он создавал свою школу, что он для этого сделал, поделится полезными инсайтами для вас, для тех, кто хочет получать знания об онлайн-образовании. Это мощный мотивационный выпуск для тех людей, у которых есть свое увлечение, хобби или какое-то пристрастие. Не переключайтесь, впереди нас ждет еще и розыгрыш подарка от нашего гостя. Николай Шмойлов уже в нашей студии. Николай, привет! Приветствую! Рады видеть тебя у нас в гостях. Будем рады задавать те вопросы, на которые будем рады также получить и ответы. В общем, мы очень рады. Как ты понял? Это взаимодействие. Довольно грустно было сказано. На самом деле мы... Ты забрал всю радость у меня. Уже не раз встречались с резидентами Акселератора, с мужчинами, которые делают бизнес на довольно женских нишах. Ну, условно, да, расскажем. Вот. У тебя ниша красота и здоровье, питание, ну, все с этим связано. Расскажи, пожалуйста, как ты к этому пришел, чем ты занимался до онлайн-образования. И нам очень интересно послушать о твоей жизни в целом вообще. Хорошо. Начнем с того, что работал я всю жизнь в ресторанном бизнесе, в ресторанной сфере. Да, 13 лет я этому посвятил, как приехал в Москву. Я из маленького городка, да, в Подмосковье, Шаховская. Вот. Вот, 18 лет приехал в Москву и сразу же устроился в ресторан, ну, вот, барменом. Вот. Ну, и с этого понеслась 13-летняя эпопея ресторанного бизнеса, бармены, ночные клубы, закрытое заведение какого-то типа, да. Потом администраторская работа, управляющая. Если вас заинтересовала индустрия онлайн-школ, чтобы продавать свои знания и знания своего эксперта, и вы хотите узнать, как это сделать, получите пошаговый план и список актуальных ниш в этом году. Записывайтесь на бесплатный мастер-класс «Как создать свою онлайн-школу, продюсировать себя или своего эксперта». Ссылка в описании под этим видео. Кликайте, переходите, регистрируйтесь. Со временем я понял, что я в этой рутине немного деградирую. 13 лет, все-таки ничего не развиваюсь, у меня уже были на тот момент двое детей. И я думал, надо что-то свое начинать. И 4 года назад я начал саморазвиваться, да, ходить на какие-то тренинги, семинары постоянно по развитию, по бизнесу. И организовал свою первую компанию «Ростки жизни» она называется. Это в сфере тоже здоровья. Мы продаем «Витграсс». Это тоже такой суперфуд для здорового питания. И в этой теме я как-то завертелся, закружился, посещал выставки, да, знакомился с многими людьми из сферы здорового питания, с экспертами. Я услышал об Акселе, да, что вот сейчас не что-то, онлайн-школа, очень достаточно такая перспективная. А я за всеми трендами старался следить. В семинарах посмотрел Акселя, думал, действительно, а я много знаю экспертов, оказывается. Думаю, почему бы не попробовать. А я пришел в Аксель. И в сентябре я сразу же подключил двух экспертов, и мы сразу же запустились. То есть, как ребята говорят по методу БЧЖ, то есть не готовил ничего, просто сразу окунулся в рутину. Давайте, давайте, запускаемся, запускаемся. И запустились. Первые два месяца особо результатов не было. Я проходил обучение, смотрел уроки, что-то применял, но ничего не получалось. И на третий месяц выстрелило, я бы назвал это так. Вот, мы запустили первый курс, где было 17 уже учеников у нас. Какой чек был? Средний чек. На тот момент средний чек был 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей. Чем обусловлена такая стоимость, с какой полезностью? Информации очень много в интернете. Как правильно начинать питаться, с чего лучше начинать, упредставлять, какие витамины. А может, порт залпать, а может, мясо не есть. Очень много информации. И человек, который задумывается о здоровье своей семьи, о детях, о себе, думает, блин, с чего надо начать. Вот я задумался так же, потому что я сам когда-то захотел перейти на ЗОЖ, думаю, блин, а с чего начинать. Я не нашел такой информации в интернете, переходите на вегетарианство, о, сыроедение, это эпопея, да, еще там что-то. Я не нашел такого курса или еще чего-то, где тебе человек постепенно расскажет, что нужно понимать свой организм. То есть, как и передавать какие-то психологические барьеры, да, отказываться от каких-то вредных пищевых привычек. Я подумал, блин, почему бы не создать такой действительно курс. И мы плавно к этому пришли. То есть, мы объясняем людям, как правильно переходить на ЗОЖ. То есть, нет какой-то индивидуальной диеты для каждого, нет индивидуальных физических упражнений, которые подошли бы к каждому. Вот. Есть какие-то стандарты? То есть, наоборот, стандартов нету никаких ни для кого, да. То есть, каждый организм сугубо индивидуален. Если тебе, допустим, да, подойдет монодиета какая-то, да, то ему, допустим, она вообще не подойдет, ему очень плохо от нее станет. А некоторые твердят, что монодиета – это самый такой принцип очищения организма кишечника, да. Вот. То есть, мы постараемся разобрать индивидуальный организм каждого человека и подобрать ему именно ту концепцию, которая подойдет именно ему. То есть, подбираем какой-то определенный рацион питания, работаем с психологическими зависимостями, чтобы человек, там, просыпаясь, не пил кофе каждое утро, да, например. Вот. То есть, это и психология, 50% работы с психологией, 50% работы с телом. Смотри, ты сказал, что 4 года уже находишься в этом бизнесе, да? Нет, компанию организовал только год назад. 4 года я пытался создавать, до этого были другие направления. Просто смотри, ну, у тебя есть уже какие-то некие компетенции, да, в этом бизнесе. То есть, почему ты решил взять экспертов еще откуда-то? Почему ты решил не свои знания нести, да? Да, объясню. У меня просто нету определенного бэкгранта, то есть, кто я такой, да, кто меня будет слушать. Я развиваю бизнес, я как бизнесмен, возможно, считаю себя, да, каким неким успешным человеком. А в плане здорового и здорового питания я не могу кому-то советовать. Поэтому я пришел к экспертам, с которым был уже знаком, они сертифицированы, у них есть сертификаты, что да, они там, одна из моих экспертов, она была главврачом в Сочинской больнице, да, по оздоровлению несколько лет. Входит в Министерство о здоровье, там, Российской Федерации. То есть, это достаточно компетентные люди, известные в своих кругах, и авторитет у них есть. Какие-то форумы, может быть, там, дальнейшие, там, в Алуште, или где-то еще посещаешь, хочешь посещать, есть какие-то планы на посещение? Я посещал, да, мастер-майнды от Акселератора, после этого, кстати, начал проводить сам мастер-майнды для основателей онлайн-школ. Мы встречаемся в Москва-Сити каждый четверг, раз в две недели, и мы собираемся там кругом, 10 нас человек, и каждый устав онлайн-школы с оборотами от 50 тысяч рублей до 8 миллионов там. И мы вот прям работаем постоянно в программе мастер-майнды, как на Акселе было, да, они меня этому научили, и я сейчас это практикую. Сейчас в Матищах я делаю это, где живу, да, через администрацию Матища я вышел, собираю всех участников, кто в Матищах онлайн-школами владеет. Мы собираемся в каворкинге, и последний раз у нас собралось 11 человек, и я провожу лично мастер-майнды, да, мы разбираем вопросы каждого, проблемы, решаем, то есть я сам организовал вокруг себя. Я к вам скоро присоединюсь. Если вас интересуют онлайн-школы, но много вопросов и сомнений, у Акселе есть бесплатная 30-минутная консультация с экспертом, который готов ответить на все ваши вопросы, разобраться с нишей, который поможет найти эксперта и расскажет, как с ним договориться. Он расскажет вам о тех шагах, которые вам нужно совершить, чтобы у вас появилась своя онлайн-школа. Регистрируйтесь по ссылке под этим видео. Начинаем мы с проблемы, с которой человек пришел на наш курс, то есть он возлагает проблему. Просто также есть несколько вариантов участия, да, естественно, индивидуально тебя ведет эксперт. Но это, то есть на входе, то есть человек заполняет анкету какую-то, чтобы мы понимали, как вы работаете с аудиторией. Верно, да, совершенно верно. Он заполняет анкету, мы смотрим, сколько он лет, допустим, сыроедел до этого, или что он делал, какое у него до этого было питание. Выявляем, какие у него потребности, с какими он болями пришел на курс, то есть у него, допустим, болит постоянно живот, или не может набрать вес, или наоборот, скинуть вес, не может, а питается правильно на его счет. Мы разбираем индивидуально его, да, и назначаем ему, не то, что назначаем, а рекомендуем ему какие-то процедуры, и вместе всем, все эти делаем процедуры, да, вместе всем чатом, скидываем результаты. Ну, как девочки на следующий день, да, вам понравилось, или какие результаты, что-то больно было, что-то может быть еще. И девочки, да, здорово, да, но вот мне немножко не подошло. Хорошо, индивидуально для того, кому не подошло, мы делаем другую немножко программу, да, советуем. И то есть тем самым мы подбираем именно те варианты развития ее организма. Но приходят к нам на курс именно те, кто уже поняли, в чем их проблема, и что, выполняя наши рекомендации, они действительно придут к какому-то результату, потому что есть определенный бэкграунд у экспертов, да, через которых уже тысяча людей прошло, и всем они помогли. Вот, поэтому люди уже приходят полностью доверяясь нам и делают то, что мы им говорим. Получается, вы оставляете себе свою аудиторию таким образом, разъяснительными беседами, и те, кто вам не подходит, они отсеиваются, и не стоит за ними гнаться. Совершенно верно. Ну, и такой же, наверное, совет можно сказать всем тем, кто пытается всех себе заорканить. Да, всех не заорканьте. Даже могу сказать, что будьте готовы к тому, что 90% людей, 95% будут просто отваливаться и не доверять вам. Работайте на те 5%, которые вот именно к вам тянутся, которые оставляют положительные комментарии, они с легкостью покупают, приходят и получают результаты. Твои курсы длятся, ну, ваши курсы вместе с экспертами длятся 3 месяца, да, насколько я по информации почитал? Да, сейчас 3 месяца, то есть до этого был 2-месячный курс, сейчас мы переработали, сейчас он 3 месяца, да. Вот первый поток был 17 человек, это поток, собранный, как бы, аудитория экспертов, правильно? Нет. Или это холодная аудитория была? Да, объясню, это хороший вопрос. Из этих 17 человек пришло, если не ошибаюсь, 8 человек с аудитории экспертов, да, и 9 человек пришло по рекламе, по рекламной кампании, которую мы организовали. Сколько денег потратили на запуск, вот на сам? Как ты говоришь, окунуться во все это с головой и там уже как будет? Да, я совершил много, честно говоря, ошибок, но не совершив их, не пришел бы к результату, да. Чисто на рекламу, я так скажу, на рекламный бюджет я потратил 33 тысячи рублей, это только была реклама ВКонтакте и немножечко в Инстаграме, на Инстаграм 5 тысяч рублей, да, на ВКонтакте мы 27, 28 потратили. Кто, ну то есть был отдельный человек, который занимался? Да, есть отдельный человек, да, я сначала все делал один, потому что до этого я свой бизнес тоже создавал один, то есть сайты, рекламные кампании, все я делал сам. Сейчас я понял, что я за всем этим не управлюсь, нанял человека, который занимается Инстаграмом, начал на человека ВК, который занимается без их зарплат, чисто на рекламный бюджет, да, мы выделили 33 тысячи рублей. И получили на первый поток, да, заяву, ну оплаченных на 117 тысяч рублей, вот, на второй мы потратили 25 тысяч рублей на рекламу, чисто без зарплат и получили 67 тысяч, то есть тот второй поток длился только месяц, потому что мы запускали его на декабрь и поняли, что да, Новый год, там никто не будет уже после Нового года обучаться, мы сделали такой мини-марафон, очень быстро рекламу за две недели запустили и собрали на 67 тысяч. И сейчас у меня запускается курс 4 марта, вот посмотрим, сколько на него сейчас соберется. Ну, а не было такой мысли, что нужно запускать курсы параллельно, то есть первый курс идет два месяца, первый месяц прошел, и вот посередине запускать второй курс. Ну, чтобы это было как бы на потоке. Да, я понял, мы сейчас как раз к этому и приходим, то есть мы сейчас растянули курс на три месяца и будем запускаться не раз в месяц, а раз в полтора месяца, чтобы экспертов не перегружать, потому что они, некоторых людей ведут индивидуальные, достаточно дорогие программы, вот, самый дорогой курс там у нас 90 тысяч стоит, и вот тебя эксперт просто три месяца индивидуально ведет. Поэтому, чтобы не перегружать экспертов на раз в полтора месяца, это нормально. Мы сейчас так будем делать. Результаты, которые получает человек за три месяца, они в дальнейшем сохраняются, или человек отпускаешь, и он снова обретает прежнюю форму? Ну, смотрите, вот предыдущие участницы, да, которые с нами прошли марафон, а их на данный момент 22, да, 22 участницы, мы всех их продолжаем поддерживать. То есть у нас есть определенный чат, и в будущем мы хотим прийти к тому, чтобы создать такое сообщество здоровых и успешных женщин, да, которые действительно следят, осознанно относятся к своей жизни, и мы постоянно их будем там поддерживать. То есть постоянно будут какие-то материалы, постоянно будет выступление каких-то спикеров мы будем приглашать, и потихоньку-потихоньку выпускников всех будем собирать в один чат, и там будем продолжать их вести, то есть не оставлять их в свободном плавании, а продолжать их поддерживать. Какой интерес человеку, который зарабатывает 8 миллионов, общаться с человеком, который зарабатывает 50 тысяч? Отдавать. Потребность человека отдавать, она на каком-то этапе ты постепенно, в любом случае, к этому доходишь. Вот, и этот человек, я также задал вопрос, какой интерес тебе сюда приезжать, его зовут Иван, он говорит, я хочу с вами делиться. Вот, и он очень много полезных советов дает, которые у меня сработали, у ребят сработали, контакты, советы, то есть правило мастер-майнда такое, что моя записная книжка, твоя записная книжка, и с помощью него достаточно, действительно, многие продвинулись результаты. Совсем недавно в Сан-Диего состоялся глобальный форум по онлайн образованию. Не было желания, например, посетить, съездить куда-то за границу, потому что заграничный опыт, он немного больше, да, чем наш российский, даже несмотря, ну, не потому что наша, как бы, обратно, ну, Россия отрождается, а тренды зарождаются именно за границей. Да, есть планы на будущее, конечно, туда съездить, да, пока я, можно сказать, не то чтобы прикован, да, я просто вынужден пока здесь оставаться, у меня сейчас двое детей, да, сейчас на подходе третий ребенок, я не могу сейчас никуда разъезжать и оставлять жену одну, да, в такой ситуации, более постоянно в разъездах, постоянно на встречах, вот. Поэтому, да, я знаю, что именно зарождается тренда за границей, я очень хочу сам пройти какое-то обучение за границей, в Штаты съездить, но это все планы на будущее. Если брать внимание, те два канала, это Инстаграм и ВКонтакте, у вас достаточно красиво все и интересно оформлено, да, то есть, получается, заказывали людей, дизайнеров, которые все делали, и в топлинке мультисылка, у вас тоже, как мини такой сайт, мини лендинг, где подразделы перебрасывают на другую, на новую страничку. Расскажи, пожалуйста, вот сейчас первый вопрос, какой ресурс давал большую конверсию, больше лидов приносил, и, в принципе, ну вот про топлинк расскажи людям вообще, как это лучше делать, как настраивать, как у тебя выстраивалась коммуникация с твоим подрядчиком, который этим занимался, потому что, ну, эту тему мы еще не раскрывали. Смотрите, топлинк... Сначала что приносит большую конверсию? Принесло больше ВКонтакте, больше людей, да, очень, у нас очень дешевые подписчики, то есть, мы направляем людей на рассылку, да, и человек у нас стоит на данный момент 9 рублей. 9 рублей – это сумма за человека, подписавшегося на рассылку, это очень маленькая цифра, да, на самом деле, вот, мы придумали просто очень хороший оффер и даем человеку список из 10 пунктов правильного подхода к жизни, да, осознанного подхода к жизни. Он подписан на нашу рассылку, мы его высылаем, таким образом мы резко снизили с 49 рублей до 7 рублей за подписчика. Да, Инстаграм, Инстаграм принес только одного клиента, но VIP-клиента достаточно большого, остальные все пришли из ВКонтакта, вот, но Инстаграм еще недостаточно развит. Тогда, ну, несмотря на то, что ВКонтакте даже более успешен, расскажи, пожалуйста, вот про, чем хороша мультиссылка, чем хорош в топлинг, есть еще месседжми, по-моему, да? Говорит честно, то этим занимается моя личная помощница, то есть, я сам это не настраиваю, я ей сказал, чтобы нужно что-то сделать, чтобы люди из Инстаграма переходили, попадали либо на лендинг, либо записи наших курсов смотрела, и она выставила топлинг, мне показала, сказала, вот так пойдет, я сказала, здорово, да. Расскажи про оформление тогда, вот, группы ВКонтакте вашей. Оформлял дизайнер, дизайнер на фрилансе. Тоже все делегировал? Конечно, да, дизайнер, у меня, она со мной постоянно работает, с сентября месяца мы с ней начали. Как нашли ее, когда на нее вышли, там какой-то сервис, Елама там, или не знаю, еще какие-то? Помощницу нашел на леди фриланс, а дизайнера мне посоветовал друг, мой дизайнер, который переполнен заказом, я ему сначала отослал, говорю, помоги, пожалуйста, да. Он говорит, не, братан, я, говорит, занят, на, вот тебе мою ученицу, она у меня обучалась, вот, а у него школа дизайнеров своя, говорит, вот, возьми ее, она крутая. Я говорю, и живет, говорит, в Белоруссии тебе, говорит, как раз прям по ценам. Не онлайн школа дизайнеров? Пока нет, но я его на это пробиваю, да. Вот переходим к вопросу о дальнейших планах. Какие перспективы, какие планы для себя строите и открываете? Очень много я обнаружил в последнее время вокруг себя экспертов, которые делают оффлайн-встречи, оффлайн-бизнесы, да, обучают чему-то людей, но не могут выйти на, ну, в какой-то потолок, да, стеклянный перст, и не могут выйти. Я им сейчас провожу как раз встречи, у меня сейчас, вот, буквально вчера была встреча с девушкой, которая занимается скорочтением и суперпамятью, и мы с ней хотим организовать школу именно по скорочтению и суперпамяти, обучать не только взрослых, но и детей. Она такой достаточно компетентный педагог, вот. И, то есть, в дальнейшем такие планы, что создавать не только один проект, да, который будет, а когда ты разбираешься в системе, да, и знаешь, где какой винтик, какую шестеренку куда поставить, да, то есть, что дает, в принципе, аксель, ты просто разбираешься в самом механизме, а потом тебе просто подавай любые часы, и ты просто будешь этот механизм вставлять, и они будут работать. Вот, что я сейчас этим занимаюсь. То есть, запущу сейчас один проект, естественно, поставлю его на личную помощь, скажу, занимайся, вот, все тебе, оттуда буду какой-то свой процент вытаскивать, и буду заниматься уже другими. Ну, в общем, такой эффект продюсера, ты в каждом человеке рассматриваешь эксперт. Совершенно верно. У меня есть вопрос, который я хотел задать несколько раньше гораздо, да, но вот я не могу, хочу вернуться к нему все-таки. У нас монтируют, может быть, переставить его. А, это так делать. Ребята, кто занимается постпродакшеном, пожалуйста, да, хоп, склейку там все сделайте. Вот, но твою красноту с лица они, к сожалению, убрать не могут. Ну, вот, будет загадкой. Пурпурный Федор. Ты сказал, что человек, подписавшись на рассылку, один человек вам стоит 7 рублей. Да. И как, у меня такой вопрос, как часто вы делаете им рассылку, чтобы не надоедать? И кто занимается написанием вот именно постов для рассылки? Потому что это, ну, важная тема, да, чтобы это было интересно, чтобы это не надоедало, там, человек не отписывался, потому что меня там лично иногда прям, ну, раздражает, когда мне постоянно приходит что-то, какая-то там вот непонятная рассылка, я не знаю, что с ней делать. Да, согласен. Да, мы тоже к этому вопросу, да, достаточно так скрупулезно подходили. Во-первых, мы напоминаем, изначально мы напоминали просто про вебинары. То есть, допустим, у нас каждый четверг вебинары бесплатные, да, на определенные темы, и мы в понедельник отсылаем рассылку. У нас в этот четверг такой-такой-то вебинар, такую-такую-такую тему, все. В среду отсылали рассылку, что не забудьте, что завтра вебинар. И в четверг, в день вебинара, мы отсылали с утра и вечером. Чисто про вебинар, никакого полезного контента не было, ни капельки. Вот, потом мы начали наблюдать такую статистику, что да, люди начинали отписываться, что просто, ну, вебинары, вебинары. И сейчас мы делаем один полезный пост в неделю и два напоминания о вебинаре. Все, то есть, у нас в понедельник приходит какой-то полезняшка, да, настраиваемся, мотивируем людей с начала новом недели. Вот, потом у нас во вторник идет, что через два дня у нас вебинар, и в день вебинара не забудьте сегодня заварить вкусный чай, сегодня вебинар. Кто пишет? Контент, кто делает контент? Пишу я. Лично? Да, я лично пишу. Вот, и мы подключали, конечно, на определенном этапе развития. Я подключал копирайтера себе, которая делала продающие текста для лендингов, да, для всех, для рассылок email. Ну, а она один раз написала, причем достаточно огромную базу писем она мне написала за 15 тысяч рублей. Она в полный аудит моей школы сделала, полная 5 целевых аудиторий мне составила, достаточно такая компетентная девушка оказалась, и написала мне громадный список всяких рассылок. Ну, я ей сказал большое спасибо, и теперь, отталкиваясь от этих рассылок, я сам пишу. Номерок тоже можно сделать, да. Все обещание поколекционирует просто. Да, я номера коллекционирую. Скажи, пожалуйста, как у тебя выстроил взаимодействие с акселератором, вот именно, все ли там тебя устраивало, да, в обучении, в процессе обучения, в поддержке, например, куратка? Да, на самом деле, настолько все грамотно и простроено, я очень много курсов в свое время прошел, да, и обучался на разных программах, но здесь действительно максимальная поддержка, то есть, если что-то у меня не получалось, у меня было это на начальном этапе, куратор звонит каждую неделю, что не получается. Ему сразу просто, он как личный психолог, и он все выслушивал от меня, я настолько был занойлив, наверное, возможно, или нет, поэтому у меня, да, много получилось. Я очень много у него спрашивал, что, почему, почему, почему. Присылайте, мы посмотрим, присылайте, мы проверим. И действительно, вот и присылаешь свои материалы, допустим, ту же презентацию. Я составил, прислал, они посмотрели, Николай, измените, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Раз, поменял, правда, начинал какая-то конверсию улучшаться. Но, правда, действительно, помощь неоценимая, ребята делают. Нет такого, то, что, типа, ну, подождите, там, у тебя есть, возникает сразу после того, как они тебя отказывают, или там тебя тормозят ступор, ты не знаешь, как обратиться. То есть, все открыто, все достаточно, тебя все ждут, наоборот, давай, почему мы тебе все... Как результаты, Николай, почему не что-то не получается? То есть, нет такого, что-то заинтересованным успехом. Да, 200 тысячи и плыви сам, да, как хочешь. Нет, такого нет, они заинтересованы, потому что каждый их ученик, это их, естественно, кейс. Вот, поэтому они тоже заинтересованы в результатах. Сколько ты заплатил за обучение в акселераторе? На тот момент, я поступил в августе, да, 16-й поток, я взял самый простой себе пакет, 200 тысяч рублей я заплатил. Не было желания у тебя, вот после того, как ты прошел обучение за 200 тысяч, блин, жалко, что я 250 не заплатил, или 350, или 500, то есть, ну, там больше знаний, там больше чего-то, каких-то навыков. Сообщество, может быть, да. На самом деле, для меня, лично я не заметил. То есть, у меня такая же движуха, такое же общение. Да, есть определенные моменты, если ты платишь дороже, то есть, там и встреча с определенными спикерами, да, но факт в том, что эти записи потом выкладываются в базу знаний, а я эти базу знаний постоянно штрудирую, постоянно смотрю. Аксель просто дает не только, да, вот эти методики обучения, там еще достаточно обширная база знаний, куда я постоянно каждую неделю лазу и какую-то видюшечку смотрю. Подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и комментируйте, что бы вы хотели узнать еще. И мы постараемся ответить на все ваши вопросы в следующих интервью. Отличное интервью у нас получилось. Спасибо тебе большое. Но мы не прощаемся. Я тебя удерживаю. Просто я тебя взял за руку, что удержал. Чтобы ты не убежал. Потому что от тебя нужен подарок какой-то, а не какой-то, в частности, это скидка на курсы, которые у тебя совсем скоро стартуют. Или вообще, в принципе, чтобы после выхода в течение месяца, там, например, или двух недель, мы сейчас с тобой договоримся, определим, наши зрители смогли воспользоваться этой ссылкой на обучение. Вот какую, давай сейчас определим, скидку ты мог бы предложить на курсы, которые есть у вас? Мы можем дать 20-процентную скидку на любой пакет. 20%? 20%. В течение какого месяца после выхода видео? В течение месяца. В течение месяца вот к вам обращаются, оплачивают и получают скидку 20%. По какому коду ему слову? Промо-код нужно придумать. Промо-код. Давай, что это из твоего рассказа? Элемент одежды может быть. Так, так, так. Ну, поскольку у меня есть оффлайн-компания, чтобы я точно понимал, что это код мой, ростки жизни можно... Вот, ростки жизни. Отлично. Ростки жизни 20% в течение месяца. После выхода этого видео вы получаете скидку на обучение в школе Николая. Красоты и здоровье. Красоты и здоровье. Будете красивыми и здоровыми. Скажем так, на порядок выше так вам возможно. Будьте красивы. Будь... Я промолчу. Все. Ребята, всем спасибо. Смотрите канал Акселератора. Учитесь. Создавайте свои онлайн-школы. Ну и, конечно, много зарабатывайте. Что я еще могу сказать? Саморазвивайтесь, да? Центральная мысль. Обязательно. Потому что наступает этот момент. Все. Чао-какао. Очень важно отметить то, что Николай мысль такую высказал. 95% это не твоя аудитория. 5% это та аудитория, которая будет тебе благодарна, которая все-таки отучит, войдет, отучится и будет еще давать фидбэки. То есть это, если вы какой-то узкоспециализированная ниша, да? Это те люди, которые прониклись своими экспертами. Поэтому не стоит рефлексировать и переживать тебе как продюсеру или тебе как эксперту по поводу того, что не все 95% или 100% восхитились с тобой, прониклись, и ты заработал какую-то баснословную сумму денег вместе с этими людьми. Мне кажется, эта мысль отличная. А еще мне нравится то, что человек сам почувствовал, что ему нужно расти и окунулся в онлайн-образование. Да. Слушай, мне очень понравилось то, что... При том, что он делает все самостоятельно, как и в офлайн-бизнесе. Он говорит, что он делал все самостоятельно, как и в онлайн на первых этапах. Но, тем не менее, человек понял, что можно делегировать, и он грамотно это делает. Помощник, дизайнер, который... Ну, он отдает им задачи, и они из него все это делают. Он очень много этим себе экономит времени. Да, единственное, что мы не спросили, как все-таки грамотно ставить задачи. Но я думаю, что у нас еще будет не один гость, и поэтому мы к этому вопросу непременно вернемся. Было полезно. Продолжение следует...